Это вечерняя, Витебск. Здравствуйте! И вновь с вами Иван Павюченко и Наталья Парфенова. Что ж, дамы и господа, наше гостеприимное телекафе вновь открыто для всех. Всем хорошего настроения, мы начинаем. Как говорила непревзойденная Коко Шанель, чтобы быть незаменимой, надо все время меняться. Ведь на самом деле это несложно, когда рядом есть стилисты-профессионалы. Все правильно, дамы и господа. Разрешите представить сегодняшних гостей. Итак, прошу любить и жаловать. У нас в гостях Наталья Конькова и Марина Никифорова. Парикмахеры, модельеры, девушки, здравствуйте! Добрый вечер! Как ваше настроение? Великолепно! Как вам у нас в гостях? Уютно! Спасибо большое! Я надеюсь, что вам было так же уютно на конкурсе. Наши гости недавно совсем были на конкурсе парикмахеров, который состоялся в Минске и прошел буквально в эти выходные. С 6 по 8, если точнее быть. Ну и как там было? Это международный был конкурс, правильно? Да, по счету он был седьмым. Но жарко было. Роза ветров? Роза ветров, да. 2014, ХАЙР-2014. Международный конкурс. Сколько всего было стилистов-парикмахеров? Принимало участие около 500 человек и 19 номинаций женских. Серьезно? Да, было очень серьезно и жарко. Но участники ведь не только из Беларуси. Украина была, значит, Молдавия и Россия. Молдавия, Россия, Украина, Беларусь. Четыре страны. Сколько дней длился конкурс? Три дня. Ну, в общем-то, вы вернулись с победой. Витебск всегда отличался. Как-то всегда наших мастеров ждут, насколько я знаю, не только в Минске, но и на других международных конкурсах. В России, в Прибалтике, даже в Германии проходили конкурсы. И наши мастера возвращались с какими-то заслуженными наградами. Да, это да. Витебская школа очень сильная в плане работы. И есть хорошие мастера, которые могут подготовить. И молодежь на высоком уровне выступает. И на сегодняшний день наша команда привезла одно первое место, второе, и два третьих, и два лауреата. Я вас поздравляю. Я думаю, что все наши и операторы, и Ваня присоединяются к этому поздравению. Ваня в первую очередь поздравляет. Спасибо. Кстати, а вот тот факт, что вы сказали, было 500 участников, это говорит о том, что в вашей профессии так много людей, которые этим занимаются? Да, очень много. И конкурс растет все больше и больше участников. И туда приезжают в основном профессионалы. Есть те, кто еще только к этому стремится, тот, кто может быть на пути. А это я не говорю о зрителях, которые еще присутствуют, и группы поддержки. Поэтому очень большой собирается круг друзей. Мне хочется задать самый главный вопрос, который, я думаю, волнует телезрителей, которые увидели таких гостей в нашей студии. Что нового в мире моды в создании причесок? Какие тенденции сейчас в окраске, в стрижках? Расскажите скорее. Ну, что я могу сказать? На сегодняшний день нельзя сказать. Вот эта стрижка преобладает над другой. То есть, если брать длинные волосы, то, скажем так, окраска амбре. Что это за слово страшное? Балаяж, амбре, брондирование. Шатуш. Шатуш. Очень интересное название. Это самые актуальные на сегодняшний день окраски. Ваня сейчас гуглит. Да, мне уже интересно. Я, правда, слово амбре неправильно написал, оказывается, с буквой О начинается. Ничего страшного. То есть, это переход цвета. Интересные, да, это техники. Они фактически, практически, вернее, одинаковы, но выполнение переходов в пастель, в пастель, в пастель, то есть, пастельных оттенков. В моде натуральные оттенки. Безусловно, натуральные оттенки, но и другие мы тоже не можем исключать. А в стрижечках, в стрижке, в короткой, очень модное направление боб в стиле... Балаяж. Балаяж нет. Ну, если простым языком для обывателя... Симметричные стрижечки боб. То есть, очень актуально на сегодняшний день. Такой художественный беспорядок. Да, естественно. Когда клиент приходит и говорит, мне так, чтобы я как будто не из парикмахерской. Живенько. То есть, вот в таком стиле. Как так получилось, что вы выбрали такую профессию? И еще этот стиль называется гранж. Прекрасно. Вот так скажем. Вы мечтали быть мастером? Вы где-то подсматривали? Или вот как так получилось, что вы выбрали такую профессию? Да, конечно. Я занимаюсь своей работой с седьмого класса. Вот. На своих сверстниках я тренировалась. Всяческие новые направления, которые я когда-то могла увидеть, встретить. Это у нас, в общем-то, прорабатывалось вот в таком возрасте. Стрижка, прическа, стрижка, краска обязательно ли должны соответствовать какому-то образу человека, его одежде, месту, где он. Обязательно. Допустим, когда у нас идет подготовка к конкурсу, обязательно рисуется полностью образ. Никаких отдельных линий. Четкий рисуется образ. Одежда, мейкап, прическа. Все должно гармонировать в человеке. Если вдруг приходит к вам обычный клиент, он не идет на конкурс, он пришел и говорит, ну, что-нибудь мне не знаю что, вот я хочу вот так, а вы видите, что не идет этому человеку данная стрижка или укладка по каким-то причинам, вы как мастер, профессионал, а человек сопротивляется. Ну, скажем так, для начала мы выслушаем клиента, послушаем, что он желает. И почему, наверное, так же. Почему, да, послушать, выслушать клиента обязательно. Затем мы предлагаем то, что видим, ну, вижу я в своих, в своем образе этого человека, как я вижу, какую цветовую гамму, какую стрижку. Если мы сходимся мнениями, это прекрасно. А часто просят исправить то, что вы сделали? Очень часто. Бывает. Потому что совершенно не нравится или потому что, может быть, боятся своего нового образа? И так бывает. И то, и другое, вы знаете. Приходят и желают поменять свой стиль, но боятся. Боятся люди немножечко. И поэтому и приходится с ними работать, объяснять, настроить, помочь, сказать, давайте попробуем. Почему бы нет? К вашему первоначальному виду мы вернемся. Отрастим там, милирование и так далее. Это всегда можно сделать. Абсолютно, да. Просят, например, к стрижке, которую вы сделали, подсказать, какая бы одежда подошла? Что лучше выбрать? Или вы занимаетесь исключительно? Стараемся. Напустим, я себе говорю, я стараюсь с ней лезть. Если человек спросит, то, конечно, я порекомендую. Ну, Витебск достаточно молодой город. Я имею в виду, что очень много молодежи, и молодежи очень креативные. То есть я думаю, что Славянский базар, конечно, сыграл свою роль в этом. Как-то все стараются так соответствовать. Часто ли приходят и говорят, ой, делайте, что хотите, я не знаю прям, что я хочу сам или сама. Вот что-нибудь мне придумать эдакое. Вот это здорово, когда клиент так приходит. Это замечательно. То есть полный спектр действий. Это великолепно. Тогда рождаются какие-то мысли, то есть действия. Когда клиент не боится, это великолепно. Это здорово. Кто чаще креативит, женщины или мужчины? Женщины. Конечно. Женщины. Женщины, да. Естественно. Ведь у нас город невест. Но чтобы этим невестам соответствовать, ведь... Мужчины тоже должны. Тоже приводить себя в порядок и чем-то удивлять таким? Ну, например, я на сегодняшний день могу предложить окраску мужчинам, которая выполняется 5 минут. Специальная мужская серия. Это очень удобно, потому что мужчины терпеть не могут такие вообще... Поэтому и создана для этих мужчин такая серия окрасок. Но пока на сегодняшний день особо мужчины как-то очень консервативны. И как долго потом краска держится? Есть разница с традиционным методом? Вымывается постепенно с каждым... Она выполняется как тонирование. И с каждым мытьем она сходит. То есть быстрее чем? Ну, то есть мужчины где-то на полгода хватит, да, с каждым мытьем? Нет, на следующей стрижечке только. Все понятно. А вот на конкурсе были укладки, прически только на дамах? Или и мужские тоже были варианты? Есть две номинации. Мужская и женская. Поэтому много номинаций мужской техники и женской. И разнообразные работы вплоть до хаэр-тату, которые просто делаются... Недавно вошла. Выстриги, да. Хаэр-тату? Да. Что это такое? Это что-то пире? Это рисуется на голове. Татуаж на волосиках. Выстриги, выстриги, да. Выстригается и какой-то получается образ, рисунок. Все с помощью машинки и бритвы. Очень интересно. Опасный бритв. Скажите, пожалуйста, существуют ли какие-то в вашей профессии определенные нюансы? Ну, например, я знаю, что есть такая примета. Подстригаться лучше на растущую луну. Будут быстрее расти волосы, они будут гуще, крепче и так далее. А окрашивать волосы лучше на убывающую луну. Как вы, как специалисты, как мастера, относитесь к таким, ну, можно сказать, суевериям, приметам? Очень хорошо. Если клиент приходит с хорошим, позитивным настроением, для нас никаких препятствий в этом нет. То есть для вас, по большому счету, без разницы, какой цикл луны, лишь бы было настроение хорошее. Мы рады. Скажите, пожалуйста, я вновь возвращаюсь к конкурсу. Для того, чтобы подготовить модель, сколько времени вам надо вот перед самим конкурсом? И как вы вообще находите модели? Я так понимаю, что определенный тип волос должен быть, длина и так далее. На сегодняшний день разрешено на конкурсе выступать с болванкой. Поэтому, что можно сказать по поводу подготовки, вы можете готовиться целый год. То есть болванка всегда под рукой, поэтому вы можете выполнять это каждый день. Манекен головой. Это такой манекен. Вот. Они имеются и свыше 40 сантиметров, волосы, и короче, и со стрижками, поэтому никаких проблем. То есть вот у нас сейчас, я попрошу нашего оператора подснять, я даже поставлю поближе, так называемая болванка. С этой моделью вы принимали участие в конкурсе. Да, одна из моделей, с которой мы принимали участие, это называется номинация техническая категория, первый вид работ, креативная укладка, на которую дается 20 минут. За 20 минут вы должны высушить и выполнить вот все линии. Но вы предварительно сделали окраску, стрижку, правильно? Предварительно выполняется окраска и предварительно выполняется стрижка. Окраска выполняется постепенно, не за один день, и поэтому, чтобы добиться определенных цветов, каждый мастер выбирает цвета по своему настроению. Я сейчас попрошу нашего режиссера вывести на экраны телезрителей фотографии, которые вы принесли с собой. Вот, если вы посмотрите на монитор, там три такие болванки. В принципе, окраска похожая у всех трех. Выполняли, да, это наша команда, мы выполняли командным окрасом все вместе. И хочу обратить внимание на одежду манекенщиц наших, это выполнялось все хендмейд. Это уже живая манекенщица. Живая девочка, да. Вот все наши наряды выполнялись, это ручная работа. Говорят, что если в жизни что-то не ладится, то стоит поменять прическу. Ну и, конечно, тогда... Сходите к парикмахеру. Ну и, конечно, такую красоту уже нельзя прятать. Надо, как говорится, себя выгуливать. Так вот, куда сходить, себя показать, на людей, как говорится, посмотреть, мы обязательно узнаем в нашей афише. Давайте посмотрим. С 11 по 13 ноября Витебск посетит Минский областной драматический театр из города Молодечно. В гастрольной афише современная история о финские вечера. Сказка для детей о красной ленточке. Две комедии «Не такой, как все» и семейный портрет с посторонним. Витебский художественный музей представляет работы художника и скульптора Елены Юриковой. Тематика экспозиции связана с местом проживания автора в Германии на берегу Северного моря. Персональная выставка лидера Латгальской художественной школы Освальда Звейсалникса приурочена к Дням Латвии. Экспозиция включает работы, написанные в разные периоды творчества. Пейзажи, натюрморты, портреты. Для живописи характерна экспрессия красок, казалось бы, несовместимых тонов. Я просто сейчас более работаю такой, более открытой краской. Ну, видишь, уделяю внимание там сюжетам, такому литературным, и там формирование там пространства с помощью светотеней и так далее. Вот так. Так, как я сейчас пишу, работать труднее. Это как, ну, как, например, пианисту концерт дать так-то. Олег Захаревич приглашает на «Осенний коктейль». Именно такое название получила выставка художника, которая расположилась в культурно-историческом комплексе «Золотое кольцо города Витебска-Двина». В сюжетном разнообразии работ доминирует тема сновидений. Своеобразным творческим отчетом мастеров декоративно-прикладного искусства Оршанского района стала выставка «Мы разные, но мы вместе». На ней представлено более 270 работ, выполненных в различных техниках. Художественная обработка кожи и бересты, гончарство, вышивка, лазоплетение, ткачество, изготовление кукол и роспись по стеклу. Скульптуры из дерева Андрея Чегирова представлены в выставочном зале музыкальной гостиной. Автор экспериментирует с формой, ищет новые образы. В работах присутствует абстрактность, что дает волю воображению зрителя. Сам материал, он не попадает обычно в мои задумки. Он сам диктует, что из него можно делать. И у меня все равно моя идея какая-то ломается, и я начинаю делать то, что подсказывает материал. И потом уже я начинаю думать вместе с этим материалом, и какой-то образ может выходит, но больше материал работает над идеей. Это «Вечерний Витебск». Мы в прямом эфире, и в гостях у нас парикмахеры-модельеры Наталья Конькова и Марина Никифоровна. Никифорова, извините. Ну вот у нас появился еще один мастер, Дарья Плачко, и ее модель Наталья Дубова. Собственно, прямо сейчас в прямом эфире будет некое шоу своего рода. Сейчас Даша создаст на модели конкурсную прическу за 20 минут. Точно так же, как это было на конкурсе. Ну, если вы готовы, Даша, то вы можете приступать. А мы пока немножко поговорим еще с нашими гостями. Расскажите, пожалуйста, еще о тенденциях в мире моды причесок. Может быть, кто еще из Витебска принимал участие? Хочется отметить наш индустриально-педагогический колледж. Их отметить тем, что они заняли первое место среди учебных заведений Беларуси. Поэтому молодые специалисты выступили очень прекрасно. Ну вот молодым специалистам я считаю, что прям прямая дорога на конкурсы. А для чего принимают участие уже, скажем, мэтры, зубры? Опять-таки повысит свой уровень профессиональный. Это же очень здорово, встретить старых друзей. Мы каждый год встречаемся, выступаем. Ну, это просто очень здорово, это очень душевно. То есть это своего рода зарядка такая энергетическая? Скажем так, да. Скажем так, зарядка. Техника работы усовершенствуется. Усовершенствуется, да. Ну вот что вы подсмотрели в этом году? Ну, если можно так сказать, подсмотрели или узнали нового для себя? Нельзя раскрывать секреты. А ли у вас скорее подсматривают? Какой профессиональный? Вы, наверное, знаете друг у друга. У нас одна цветовая гамма. Нам было интересно, какие окрасы были, допустим, у минской команды. Мы тоже немножечко для себя нашли какие-то интересные вещи. А зарубежные команды чем-то вам запомнились? Россия, Прибалтика, Украина? Скажем так, больше они были в ногтевых, в ногтевом сервисе. Они более... Вот, а кто у нас был еще? В парикмахерском искусстве. Кто отличился из коллег ваших? Ну, минские. Минские девочки. Очень сильные были. Очень сильные были работы. На заграничных вы особо внимания не обращали? Ну... У вас своя свадьба. Знаете, некогда было обращать, потому что было настолько все жестко, поэтому пришлось работать в очень таком сильном тандеме. А прослеживается вот какой-то общий стиль? То есть, например, глядя на команду, вы можете сказать, а вот они из Витебска, потому что у них вот есть какие-то общие черты. Или наоборот, они из Минска. Вот, пожалуйста, по работам. Вот были работы, показывали фотографии. Вот это сразу было видно витебская команда. То есть, любые другие стилисты сразу, знакомые с вами, сказали бы, а мы знаем, кто это делал. Не обязательно даже подписывать как-то. Ну, ну, знаете, сложно так сказать. Ну, в общем, минские тоже были команда у них. Допустим, определенная форма одежды. Вот. Ну и по моделям, да. То есть, наша Беларусь, можно сказать, по областям так серьезно отличается. Заметно. Заметно отличается. Ну, вот конкурс длился не один день, кроме того, что вы соперничали в различных номинациях. Что еще происходило? Потому что не могли все это... В рамках конкурса проходила шикарная выставка. Интерстиль. Интерстиль, да. Все для салонов. И было очень много стендов, где можно было выбрать. То есть, это и косметика какая-то для волос, да? Косметика, да. Косметология, ногтевой сервис, все что угодно. Плюс ко всему, мастер-классы проводились. Да. Фирмы выставляли стенды со своей продукцией, и мастера представляли их продукцию, свою работу и показывали какие-то новые контенты. То есть, я так понимаю, если кому-то интересно, если вы, допустим, чем-то заинтересовались, подошли и говорите, а покажите, а расскажите. И вот сразу же начинался мастер-класс. Даже попробовать можно было. Даже взять, посмотреть, попробовать, подарочки получали. То есть, от этой фирмы очень высокий уровень был. А кто оценивал это все? Да. А судьи кто? А судьи кто? Кто смотрел за этим все и выставлял вам баллы? Судьи, республиканские судьи были. Наверное, и все, да? Да. Они известны в вашей области или, может быть, кого-то даже мы знаем? Да, да. Это директор всей ассоциации этого Итиховский Константин Борисович, который, скажем так, организовал конкурс Судилина. Я знаю, не помню имя. Мастера, которая участвовала в свое время в конкурсах международных. Наверное, в каждой номинации человек пять, наверное, было, да, у нас судьи ходило? Да. Да, судьи, они в свое время участвовали в республиканских, международных конкурсах. И поэтому... Поэтому они сейчас судьи. И до сих пор они вывозят свои команды на Европу, на мир, на чемпионаты. То есть результаты объективны, и те, кто проиграл, ни в коем случае, наверное, не осуществляют. Мы хотим надеяться. Объективно. Скажите, а что является пиком карьеры для парикмахера? Создание собственного салона или создание, может быть, какого-то собственного стиля, какой-то стрижки оригинальной, или вот что? Или как Сергей Зверев, стать звездой? Ну, там вообще непонятные истории. Вы знаете, у каждого, наверное, свои параметры. Я считаю, что мастер просто должен двигаться вперед и не стоять на месте. Не важно, будет у него салон, где-то он будет работать. Главное движение. Наверное, оценка клиентов. Все-таки это самое главное для мастера. Ну, круто, наверное, когда в разговоре с кем-то, вот, допустим, я встречаюсь с подругой, говорю, о, классная стрижка, окраска, а где ты стриглась? И мне говорят, не название салона, а имя мастера. Это самая главная заслуга. Ну, еще лучше, когда, наверное, в ответ слышишь, а я тоже там делала, только почему-то у тебя лучше, а у меня нет. Нет, не бывает такое. Бывает, и даже клиенты встречаются где-то за рубежом, за одним столиком и говорят, а я вот у той-то девочки. Я у нее? Представляете, у людей есть беседа, то есть на фоне дружба завязывается даже, скажем так. На фоне дружбы. Мастера разговора, обсуждения. Конечно. Хотелось ли бы вам как-то, может быть, самим уже организовывать какие-то конкурсы? Или ученицы, есть ли у вас ученицы или ученики? На данный момент сейчас нет, но были ученики. Были ученики достаточно неплохие. Но ведь это, наверное, престижно, когда мастер имеет учеников. Это приятно. Это очень приятно. На самом деле, когда человек стремится получить новый, и мастер сам развивается. Допустим, тоже интересно создать что-то новое, какой-то стиль, направление, прическу. То есть это важно. Ну вот в разговоре о стилях и направлениях давайте передадим слово Ивану. У него есть некая информационная подборка. Внимание на Ваню. Так, в том, что касается моей сферы, в которой я мастер. Мастер, Ваня, в сфере гаджетов. В сфере того, что имеет какое-то отношение к интернету. Ну, может быть, конечно, сейчас кто-то, кто увидел эфир, скажет, такой уж он и мастер. Потому что все сегодня пропадают в соцсетях. Ну, я предлагаю вам посмотреть несколько новостей и пару фотографий, которые я подготовил. Во-первых... На экране. Да, вот сейчас я открою фотографию. Витебский мастер по маникюру занял пятое место на том же фестивале, где вы участвовали. Да, это наши ребята, да. Вот сейчас у меня загрузится эта фотография, и режиссер ее покажет для наших зрителей. Вот это произведение искусства, ну, наверное, это можно так называть, потому что это выглядит как кропотливый и долгий труд, заняло пятое место. Скажите, как вы относитесь вот к такой форме... Ногтевого сервиса в обыденной жизни, если можно так сказать. Великолепно. Она получила лауреата. Это великолепно, это очень тяжелый труд. Это образ созданный... Это очень сложно было создавать. То есть это что, это с ноля прям вот пришла модель? Безусловно. Нет, это не с ноля, это готовится заранее, а выставляется потом. То есть выполняется... Там создается только образ, а ногти... Ну, вот наращивание вот это... Наращивание производится. Вот в рамках конкурса? Да, в рамках конкурса. И сколько времени отводится? Если на конкурс причесать 20 минут, сколько на такой конкурс? Ну, можно часа два, наверное. Да, номинации разные, и время тоже разное. Там очень много номинаций. Очень много. Ну, вот такую штуку сотворить, конечно, за 20 минут сложно. Нет, это все готовится заранее. Это нереально даже. Да, это образ создается тоже заранее, поэтому... Там уже, можно сказать, это все собирается в одно целое. Есть у меня еще одна новость, тоже, кстати, конкурс. Конкурс, может быть, в какой-то степени будет близок вам, но сейчас это обсудим. Лучших участковых страны милиционеров выберут в Витебске. Значит, конкурс будет проходить с 12 по 14 ноября. Нужно будет сдавать участникам экзамены по медицинской, огневой и физической подготовке. Также оценят знания, теоретические и практические навыки. Ну, и в итоге лучшим вручат служебные автомобили, компьютеры, также денежные премии. Почему я спросил... Почему я вообще говорю об этом? Как вы считаете, вот в России, если не ошибаюсь, там для военной формы... Форму военную проектировал Юдашкин, да, как дизайнер-модельер. Как вы считаете, для белорусских спецслужб, может быть, тоже нужно было бы пригласить профессиональных каких-то модельеров, специалистов, и сделать это необычно и красиво? Вы знаете, я не думаю, что нам нужно кого-то приглашать. У нас достаточно интересные и мастера, и модельеры, и по парикмахерскому искусству. Я считаю, что дайте нам только в наши руки. Я думаю, что мы это все сможем. Вот эта стрижка армейская, гладкая. Кстати, тоже можно было бы сделать какую-то универсальную стрижку, не просто гладкую, а гладкую с какой-то изюминкой. Вот вы говорили про хаир-тату. Хаир-тату, да. Хаир-тату, вот, пожалуйста. Почему бы нет? Устроить конкурс в городе Витебск между салонами, плюс сюда индустриально-педагогический техникум. Да, только вот как сами отнесутся к этому военнослужащие, например, или... Я думаю, что будущие призывники сейчас напряглись. Я тоже. Вся идея очень замечательная. Неплохая инициатива, но в любом случае это вам, стилистам, ее как-то продвигать, наверное, предлагать свои идеи. Еще одна новость. На этот раз из Полоцка. Да, там проходит 19-й международный фестиваль органной музыки, званы Софии. В этот раз примут участие исполнители из Германии, Польши, Швейцарии, Румынии, Хорватии, России и Белоруссии. Можно будет услышать не только орган, но и флейту, трубу, камерный оркестр и даже хор. Это что касается новостей. И теперь, ну не знаю, насколько это сейчас уже зрители видят, наверное, нет, не видят. Значит, сейчас у меня загрузится видео. Еще одно соревнование. Несколько такого спортивного масштаба, может быть, вида. Значит, называется оно мотобол. Я, на самом деле, для себя его... Мотобол. А, мотобол. Вот на экране уже видно, что это собой представляет. Молодые люди на мотоциклах гоняют мяч. Впрочем, занимаются двумя полезными делами одновременно. Ну, во-первых, это спорт. А во-вторых, выплескивают всю свою энергию, вот находясь на своих железных конях, чтобы не ездить по улицам нашего города, не будить своих жителей. То есть, по-моему, здесь убивают двух зайцев одновременно. Вот такой неплохой вид спорта, на мой взгляд. Вот хайр-тату там бы подошел. Хайр-тату? На шлемах, да, что-то нарисовать. Ну, а теперь, я думаю, пришло время нашего традиционного конкурса. Сегодня мы подошли к нему весьма необычно. Вам эта тема будет очень близка. В наших социальных сетях, ВКонтакте, и в Твитте, и в Фейсбуке, простите, мы опубликовали уже три фотографии. Но дело в том, что фотографии видны не полностью. Скажем, самая основная часть видна. Это прически этих людей. А вот их лица закрыты. Мы предлагаем нашим зрителям угадать, кто изображен на вот этих вот трех фотографиях. Кому принадлежат эти шевелеры. Фантастические прически. Кстати, как вы относитесь к тому, что люди, не заморачиваясь, просто сбривают волосы, кому-то это действительно идет. Или это очень просто? Я абсолютно нормально к этому отношусь. Если человеку нравится... Тогда наши зрители попробуют угадать, а победитель, который хотя бы приблизится к правильному ответу, потому что там три человека, всех трех, может быть, и не угадают, получит два билета на концерт группы «Джей Морс», который состоится 15 ноября. Ну что ж, друзья, дерзайте. А я хочу объявить рубрику «Соседи». В центре внимания там хозяйка агроусадьбы Наталья Жодина. Кроме того, что она довольно симпатичная женщина, она еще наводит лоск в своем имении и с радостью делится этой красотой со всеми желающими. Давайте посмотрим. Про героиню нашего сюжета можно сказать просто. Чистый и светлый человек. Она несет радость людям и согревает своим душевным теплом. Наталья Жойдик попробовала себя в роли хозяйки агроусадьбы 6 лет назад. Этому поспособствовала богатая природа Мьорского края с множеством озер и красочных мест. И ей, будучи по натуре добрым, приветливым и отзывчивым человеком, достаточно было предложить лишь немного усилий, чтобы организовать это непростое дело. Несмотря на то, что в районе немало конкурентов, ей удается держать марку. Круглый год к ней едут туристы. Шведы приезжали из... вот у меня лично ко мне. Из Италии приезжали конкретно в прошлом году. Были и немцы, это самое, тоже вот по проектам, если... Ну, а так в основном больше белорусы, но в последнее время очень много из России. Вот из Санкт-Петербурга, Москвы. В этом году уже и Смоленска были. Ну, вот, как правило, приехав один раз, приезжают потом много раз и становятся постоянными клиентами. У Натальи свое домашнее хозяйство, все продукты натуральные. А еще она вкусно готовит, любит угощать гостей своими фирменными блюдами. Все стараюсь делать сама, свои продукты. Вот и майонезы, и сметаны, все свое. Только свое вкусное домашнее. А если еще добавить гостеприимность и радушие хозяйки, ее искренность и любовь, то еда получается еще вкуснее. И этот позитив передается гостям, и они снова возвращаются сюда. Как-то даже по телефону чувствую каждого своего гостя, что ему приготовить. Не знаю, почему, какое что, откуда что исходит, но вот уже начиная с того блюда, он говорит, «О, вы знаете, а мы вот это так любим!» Я говорю, я же готовилась, там поставлю, например, гитару, отнесу к ним в комнату. «О, вы знаете, а мы так любим на гитаре играть!» Вот не зная людей, что-то мне вот такая какая-то интуиция срабатывает, чтобы к ним подготовиться конкретно. Угодить каждому, сделать отдых приятным и незабываемым, и при этом еще справляться по хозяйству – труд нелегкий. Однако у Натальи это получается. Просто она любит свое дело. Дамы и господа, это «Вечерний Витебск». У нас в гостях парикмахеры-стилисты. Мы говорим о тенденциях моды в мире причесок. Девушки, расскажите, пожалуйста, как часто вам задают вопрос? А что сейчас модного? Очень часто. И что вы отвечаете? Во-первых, к образу человека. Ну, то, что подходит самому. И цвет волос, и стрижка. Бывает очень современная стрижка, но человеку удобнее и комфортнее себя чувствовать с более классической, с тем же пажем, бобом, и с таким направлением уже избитым, можно сказать. И, наверное, самое главное – здоровье волос. Огромный акцент 2014 года – это здоровый, ухоженный волос. Неважно, это стрижка будет, длинные волосы. Главное, опять-таки, обращаю внимание на здоровье. А как вы относитесь к народным средствам лечения волос или ухода за волосами? Великолепно. То есть я имею в виду там травы различные, какие-то маски в домашних условиях созданные. Великолепно отношусь, но пользоваться грамотно. И обязательно консультироваться у своих мастеров. Потому что очень много ошибок выполняют девочки. Потому что потом пришли, а потом бац, и зеленая голова. И могу даже пример рассказать, как девушка у меня, блондиночка, лечила волосы отваром из почек. Ну, вы понимаете, каким цветом она стала зеленого цвета? И вывести мы цвет не могли. Это натуральный. Ой-ой-ой, сейчас я задумался, что не стоит. Поэтому очень внимательно к травяным отварам. Ваня у нас натуральный блондин. Натуральный. Кстати, вот ваши прически, которые непосредственно на вас сейчас, они ведь заслуга другого мастера. У вас же не получается, наверное, самостоятельно. Конечно. Вы обращаетесь к какому-то проверенному специалисту. Это близкие друг или подруга, или просто ходите куда-то? Как получится. У каждого мастера есть свой мастер, да. Скажем так. Наверное, как любая женщина, да. Это привычка. Или ты нам, я тебе, друг другу. Нет, наверное, просто мы работаем все в каждой в своем стиле. И когда ты находишь того человека, который работает в твоем стиле, вот это твой мастер. Что-то хотела спросить, и ты, Ваня, с прической. И я, как всегда, разработка. С своей прической. Во-первых, с мастером ты тоже разрабатываешь свой образ, свою стрижку, свою цветовую гамму. Поэтому это не один год и не два. То есть, ну, выполняется. Ну, вам легче объяснить. Вы профессионал. С нами сложнее работать. Да. Профессионалу с профессионалом очень сложно работать. Вы капризнее. Капризнее. То есть, вы знаете, какие-то тонкости, нюансы, если вдруг что-то там не под тем углом ножницы держится. Видим все, да. Из корня. Изнутри все. А как вы относитесь к средствам укладки? Ведь для того, чтобы... Ну, хорошо, укладка это, я так понимаю, вымыл голову и высушил, идеально вытянул. А прическа это уже что-то более сложное. Правильно? Да. Это какая-то конструкция уже на голове. Для того, чтобы создать прическу, надо использовать какие-то средства. Там, лаки, гели, муссы и так далее. Все ведь это каким-то образом вредит волосам. Наверное, умеренно использование, но оно не навредит волосу. Ой, у нас готова. У нас готова укладка. А, кстати, вы уложились в 25 минут. Я засекала. Да. Снимите, пожалуйста, нашу модель. Именно эту прическу Дарья представляла на конкурсе. Как номинация называлась? Модная категория. Модная категория. Вечерняя прическа. Да. Модная категория, вечерний вид работы. Но я сейчас в полной мере ощутил, вот вы говорили про химические средства, до меня даже сюда уже доходит запах смеси лаков, смеси всех укрепляющих, удерживающих веществ. Ну что ж, я думаю, что от очаровательных дам самое время перейти на нашего ведущего рубрики «Попади в телик», рубрики игры, не менее очаровательного Александра Каренмана. Дамы и господа, если вы хотите попасть в телик, то принимайте участие в нашей программе. Прошу вас. Субтитры сделал DimaTorzok и телевидение в каждый дом подробно. Друзья, между прочим, теперь меня можно не только слышать, но и видеть, естественно, наслаждаться. Да, друзья, я теперь есть в телике. Вот так вот. Бытует, кстати, стереотип, что попасть в телик можно только через постель. Ребята, я могу развеять этот стереотип. Попасть в телик можно еще и через меня. Речь идет не о постели со мной, естественно, есть возможность избежать этот кошмар и заявить о себе в рамках телеканала «Витебск». Открою секрет. Каждый будний день в 16.00 меня можно найти в торговом центре «Марка Сити», где я предоставляю каждому, каждому, абсолютно каждому, я не разделяю людей, я для всех открыт. Естественно, я предоставляю каждому возможность показать себя в рубрике «Попадите в телик», которая бытует в рамках вечернего шоу «Вечерний Витебск» на новом телеканале «Витебск». Обувной холдинг «Марка» представляет «Попади в телик». Друзья, добрый вечер, это рубрика «Игра. Попади в телик» – место, где люди попадают в телик в прямом и переносном смысле. Хочешь попасть в телик – попади в него. У нас есть дартс, у нас есть баскетбольное кольцо, у нас есть футбольные ворота. Попадаем вот сюда и попадаем, естественно, уже вот сюда, в этот прекрасный экран вашего телевизора. Вы спросите у меня, где желающие? Они стоят за этим замечательным стендом. Их там сдерживают просто, они говорят «хочу, хочу», тянут руки. Мы так просто, просто так не пригласим вас сюда. Здесь нужно какое-то яркое лицо, такое, как у меня. Как вас зовут? Катя. Катя – очень красивое имя, и мне очень приятно. Скажи, Катя, ты когда-нибудь видела себя по телевизору? Видела. Ну и как ты? Ну, очень хорошо. У тебя есть возможность увидеть себя еще раз по телевизору, но для этого, чтобы попасть в телек во второй раз, нужно сначала попасть в телек в прямом смысле. Смотри, у нас есть телек «Футбольные ворота», телек «Баскетбольное кольцо» и телек «Дартс». Что ты выбираешь? Давайте «Дартс». Итак. Мимо. Есть. Ты попала в телек мячом, теперь ты можешь попасть в него лицом. То есть ты можешь передать привет, спеть песню, поздравить друга, станцевать, поцеловать проходящего мимо красивого парня, пощекотать оператора, пожаловаться на соседку, соседей, на жизнь, похвастаться. Все, что захочешь – это твоя минута славы. Хотела бы передать привет своей маме, Ларисе Анатольевне привет, своему сыночку Артемке. Я тебя очень сильно люблю и всем, кто меня знает. Катя, давай пять. Молодец. Попади в телек, только здесь вы сможете передать привет, спеть песню. Как вас зовут? Анна. Анна. Послушайте, у нас с вами появилась замечательная возможность. Раньше ее не было. То есть вы жили-жили. Понимаете? Вот думали, чего же не хватает вам в жизни, да? А не хватает вам возможности попасть в телек. Ты занималась баскетболом? Нет. Просто очень высокая и такое ощущение, что ты как бы три года NBA. Можно кидать? Мимо. Чуть ближе, ближе, еще ближе, еще ближе, ближе, еще, еще, не так близко, чуть-чуть назад, вот так нормально. Теперь наступила твоя минута славы. Что ты будешь делать? Передам привет. Передам привет. И взорву тем самым экран. Передаю привет своей маме в город Гродно, папе и своей маленькой сестричке Наде, тоже в Гродно. Давай пять. Класс, спасибо. Никита, слушай, есть у тебя замечательная возможность сейчас попасть в телек, реально? Ну, посмеялся и хватит. Никита, смотри. Чтобы этой возможностью воспользоваться, нужно сначала попасть в телек мячом. Тебе нужно сделать выбор. Выбрать одну из мишеней. Итак, бьет Никита. Ну, позевали и хватит. Гол. Наступила твоя, так сказать, минута славы. Теперь ты должен просто взорвать эфир телеканала Витебского. Да нет. Вот это вот. Какой у нас скромный паренек Никита живет в городе Витебске. Так и хочется ему сказать. Никита, Никита, скромный ты паренек. Наконец-то наша рубрика «Игра попади в телек» стала приносить нам достойный доход. Спасибо вот этому молодому человеку. Он работает у нас сапожником, естественно. Потому что мы за качественную обувь. Ведь наш партнер – это обувной холдинг Марка. Они предоставили нам эту замечательную возможность играть в игру «Попади в телек» в торговом центре Марка Сити. За это им огромнейшее спасибо. Мы никого не заставляем играть в игру «Попади в телек». У нас все происходит абсолютно добровольно. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Галя. Галя, очень приятно. Смотри, у нас с тобой есть возможность, помимо того, что узнать о том, как тебя зовут, еще попасть в телек. Ты же Галя, понимаешь? Ух! Ух! Я не боюсь. Ух! Галь, давай, попади вначале в мячом. Итак, Галя, 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 Гал! Галь, давай теперь что-нибудь серьезное. Может быть, песню «Выйду ночью в поле с конем»? Я не умею петь. Тогда прочитай ее стихотворение. Пушкин или Лермонтов? Лермонтов. Михаил Ильич. Давай Лермонтова. Сейчас пункт начинается. Отворите мне темницу, дайте мне сиядни дня, черноокую девицу черногривого коня. Я красавицу младую, прежде сладко поцелую, на коня потом скачу, в степь, как ветер, улечу. Но окно тюрьмы высоко, дверь тяжелая, с замком. Черноокая далека, в пышном тереме своем. Добрый конь в зеленом поле, без узды, один по воле, скачет веселый гриф, хвост по ветру распустив. Отлично, отлично. Конь без узды, часовой без ответа, так бывает в жизни. Гай, ты молодец. Ты действительно молодец. Мне кажется, на этом участке торгового центра «Марка Сити» Лермонтова никто так вот не прочитает, как ты. Так можешь ты и Лермонтов. Давай пять. Если вы включили телевизор и подумали, а как мне, как мне попасть в телек, как мне передать привет, как мне спеть песню, как станцевать, как заявить о себе на всю Витебскую область по телеканалу «Витебск». Отвечу вам, ребята, очень просто, очень просто. Приходите в торговый центр «Марка Сити» в 16.00. Каждый будний день мы играем игру «Попади в телек». Попадаем в телек мячом и попадаем в него лицом. Но на сегодня все. Меня зовут Сашка Ринман. Всем пока. Обувной холдинг «Марка» представляет «Попади в телек». Гостей «Чаем с печеньем», любезно предоставленным магазинам «Витебские продукты». Девочки, печенье понравилось? Очень. Спасибо. Вы смотрели рубрику «Попади в телек» с Александром Коринманом сначала на радио Витебска в прямом эфире, а потом и в рубрике «Игре». Ну, а пока вы смотрели эту рубрику, у нас в гостях появился еще один гость. Тоже, собственно, конкурсант. Зовут его Влад Старченко, солист образцовой детской студии эстрадной песни «Форум». Влад, здравствуй. Здравствуйте. Как твое настроение? Хорошо. Как тебе у нас? Круто. Тебе понравилась наша модель и ее прическа? Очень. Красивая очень. Влад, несмотря на твой юный возраст, я знаю, что ты побывал на нескольких конкурсах. Расскажи, пожалуйста, что за конкурсы, как назывались, где проходили? Я была на конкурсе... В этом году, в апреле, я была на конкурсе в Кастанае, в Казахстане. Назывался он «Золотой микрофон», где занял второе место. Дальше, далеко в прошлое, я была на конкурсе «Два кота» в Москве. Мне там было очень интересно. Волнуешься, наверное? Наверное, так же, как на конкурсе. Вообще на конкурсе волнение испытываешь во время выступления? Или спокойно тебе легко? Волнуюсь, конечно же. Тебе нравится сама обстановка, атмосфера конкурса? Или ты ждёшь непосредственно выступления? Мне нравится и обстановка, и выступление. Мне очень хочется, чтобы было поскорее. Ну вот сейчас ты тоже готовишься к очередному конкурсу. Это будет отборочный тур детского конкурса «Славянский базар в Витебске». Правильно? Угу. Ну, сегодня ты, я надеюсь, нам исполнишь песню, которую ты подготовил для конкурса. Ну, пока Ваня ещё не взял в руки микрофон, я хочу напомнить нашим телезрителям и тебе, Ваня, пока ты отсутствовал, мы тут объявили конкурс. Ваня, Влад, прости, пожалуйста. Я не скоро микрофон возьму. Ваня, расскажи, пожалуйста, что за конкурс у нас? Конкурс, который мы традиционно проводим в социальных сетях, Вконтакте и Фейсбуке, мы опубликовали сообщения с тремя фотографиями, ну, наверное, наиболее удачных мужских причесок в данном случае. И нужно было нашим зрителям угадать, кто на них изображён. Итак, сейчас режиссёр сделает так, чтобы наши зрители имели возможность увидеть полностью лица этих людей. Ну, а я назову, что на первой фотографии изображён Фёдор Бондарчук, на второй фотографии Гоша Куценко, но на третьей, куда же без него, Брюс Уиллис. К сожалению, только один человек, нет, к счастью, один человек, нет, уже и Гордей тоже написал. В общем, два человека правильно ответили и назвали всех трёх изображённых на фотографиях лиц. Ну, а первым был Александр Кравченко. Александру достаётся два билета на концерт группы Джей Морс. С Александром я свяжусь и расскажу, как он сможет забрать эти билеты. Спасибо большое. Скажите, девушки, как по-вашему, вы бы угадали по лысинам, кто герои? Ну, сложновато немножко было. Ну, вот у нас два героя нашлось, два человека, которые правильно угадали всех трёх. Ну что ж, мы подготовили небольшие сувениры, подарки для наших сегодняшних гостей. Пожалуйста, дайте нам эти подарки. Ваня, будь добр, раздай. Это я люблю, раздавать подарки. Девочки, это на память о нашем эфире. Надеюсь, вам сегодня понравилось у нас. Спасибо. Спасибо вам большое. Влад, ты получишь свой подарок после того, как исполнишь для нас свою песню. Я думаю, это будет справедливо. Ну что ж, скажи, пожалуйста, ты уже готов? Да. Ну, тогда вперёд. Дайте нам, пожалуйста, микрофон специальный. Мы отключим тебя от радиомикрофона. Пошу тебя. Я как раз в гостях. Звёздный час. Влада, мы услышим песню, которая скоро примет участие в подборочных турах Славянского базара. Круто. Андродных днів Одродной хаты У панский двор Деля красы Яны бездольные У зятых Ткань золотые Поясы Тямнее край Зубчаты И че забывшися Рука Замиж персидска У зора Цвяток родимый Василька И часом Долгие Ягоди Замиж персидска У зора У зора Цвяток Цвяток И часом Дорогие телезрители Не бойся Вот эти милые леди Они занимаются стилем Прическами Может быть Когда ты станешь знаменитым Кого-то из них Ты пригласишь В качестве Собственного стилиста Всех по очереди Всех по очереди Тебе понравилась прическа На вон том манекене Да Прикольная такая Может быть У тебя появилась мысль Какую-то себе Новую прическу сделать Ну Была такая Ну наверное Ты еще очень юн Не готов к каким-то Экспериментам Но вообще Во время конкурсов Определенный стиль Вот у тебя я вижу Концертный костюм Правильно? Кто тебе помогает Выбирать стиль? Мама 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 И еще там Другие Преподаватели Мои То есть Вы договариваетесь Как-то заранее Обсуждаете Что это будет Вот сейчас Ты выступал В студии В прямом эфире Волнение ощущалось? Капельку А на конкурсы Ты Ну Такие же чувства По сравнению С конкурсом Или сейчас Было легче? Сейчас было легче Скажи пожалуйста Ты Периодически Ведь выступаешь Не один Раз ты занимаешься В студии То соответственно У тебя какие-то Есть и хоровые выступления Или Как тебе больше нравится С кем-то В паре В дуэте Или там Несколько человек Или когда ты Сам Один звезда Мне как бы Все нравится Лишь бы пел Лишь бы слова Не забыть Вот сейчас Ты исполнил песню Написанную Специально Для конкурса Ну Бывает Такое Что Какие-то Песни Ты поешь Знаменитые Известные Или Только Специальные Ну Бывает Правда Что Иногда Ты волнуешься Дам Скажите Пожалуйста Какой-то Родился у вас Образ Для нашего Сегодняшнего Героя Он В таком Ну Стилизованном Практически Национальном Белорусском Костюме Вы знаете Что Мы бы Над этим Подумали И разработали Б Для молодого Человека Стиль Надо Подумать Немножечко Просто Спасибо Потому что Это все-таки Классика Классический Спасибо вам Большое Ну что ж Я думаю Что На этом Мы будем Прощаться С нашими Зрителями Вы смотрели Программу Вечерний Витебск Какую камеру Я говорю Я не понимаю Это была Это была Программа Вечерний Витебск С вами были Иван Павиченко Наталья Парфенова Наши замечательные Парикмахеры Стилисты Надеюсь Что вам Леди Было у нас Комфортно Надеюсь Что вам Дорогие Телезрители Тоже было Комфортно В нашем Телекафе Завтра Будет Новый День Думаю Что он Будет Не менее Интересный Чем Сегодня Оставайтесь Оставайтесь На нашем Канале Смотрите Нашу Программу Каждый День Будет Что-то Интересное Что-то Новое Новые Гости Новые События Новые Интересные Выступления Ну что ж До встречи Пока Субтитры Субтитры